Электрокарам разрешат ездить по платным дорогам бесплатно с 2022 года. А по мнению правительства, такая мера будет стимулировать спрос на электромобили. Концепцию развития производства и использования этого вида транспорта утвердил премьер Мишустин. В ней также предусмотрены субсидии производителям электрокаров и аккумуляторов на строительство заводов, а также специальные инвестиционные контракты. В России к 2024 году планируется выпускать не менее 25 тысяч электромобилей и открыть более 9 тысяч зарядных станций осени. Должны определиться, где именно. По планам правительства, к 2030 году каждые десятые выпускаемые в России автомобиль должен быть электрическим. Инициативу правительства сделать бесплатным проезд электромобилей, комментирует партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Мржаретта. Может быть, будет какой-то специальный транспондер для них. Вполне возможность выдаваться. Можно технически так организовать, это будет проще всего. Но вообще, я тут проблем никакой не вижу, потому что электрокаров нет. А те, которые есть, на такие длинные расстояния, куда в Питер ездят, так и запас ходов современной машины 200-300 километров. Но заправки, зарядок этих в таком количестве пока нет. Нет, их можно организовать. Но в любом случае, пока на электрокаре на такие расстояния ездить просто физически неудобно. Проехал 300 километров, остановился, подождал полчаса, зарядился, поехал, еще раз остановился. Это должно быть комплексно как-то все происходить, а не так. А давайте электрокаром разрешим парковаться в Москве. Ну, разрешили парковаться в Москве бесплатно. Какое-то количество тысячи человек купили, поддержанные Ниссан-ноуты. Дальше что? А дальше давайте отменим таможенные пошлины. Ну, отменили. А давайте переразрешим что-то. То есть нету стройной какой-то концепции, как в других странах, которая бы позволила развиваться массово, а не так, что вот сейчас. Ну, 10 тысяч машин у нас всего на всю Россию электрических. Это ни о чем. Вообще при парке их 55 миллионов. Вмешучин сказал об увеличении производства электрокаров. Насколько это реальны такие планы? Пока нет единой государственной программы, нет никаких мер поддержки, то говорите об этом несколько стран. Увеличение с чего? Вот сейчас их выпускается ноль. В течение следующего года выпустим тысячу штук, будет рост тысячу раз. Все проекты, которые существуют в стране, они опять же без господдержки не жизнеспособны. Игорь Моржеретта, автостат. Серийное производство единственного российского электромобиля «Зетта» планируется запустить до конца 2021 года на заводе в Тольятти. Об этом весной сообщил глава мимпромторга Денис Монтров. Он проехался на новом электрокаре и назвал его управление комфортным, хотя и не нужны доработки. Максимальная скорость «Зетта» — 120 км в час, стоимость в базовой комплектации 550 тысяч. К 2023 году компания планирует продавать 10-15 тысяч электрокаров в год. «Зетта» планировали выпустить в Сирии уже в 2020 году, но сроки отложили. А прошлую осенью компания-производитель заявляла, что не смогла получить льготный заем почти в 100 миллионов рублей от Фонда развития промышленности, писали ведомости.